Здравствуйте, уважаемые коллеги, жители района. Мы начинаем очередной прямой разговор с главой администрацией Латского муниципального района Александром Матвеевичем Тулуповым. Хочу сообщить, что вопросов поступило опять достаточно много, порядка 30, все они 2-дневные, острые, поэтому предлагаю начать с вопросов. Александр Матвеевич, жительница села Краснояр Нина Васильевна Голубева спрашивает, просит помочь такую проблему. В их поселении установлен банкомат, но в настоящее время он не работает, то есть им приходится ездить куда-то в УВАД или кого-то просить, чтобы снять наличные, да, мы сейчас все пользуемся средствами, какими-то платить кредиты коммунальные. Как бы известно, что глава поселения Виктор Горьков ведет переговоры сейчас с Бирбанком, чтобы оставить банкомат, потому что есть такая возможность, что его вообще уберут? Добрый день, уважаемые земляки. Я эту проблему знаю, считаю, что Сбербанк ведет себя совершенно неправильно. Тогда, когда наши пенсионеры, наши работники получали заработную плату в кассах, бухгалтериях, то как раз в это время многие банки, в том числе и Сбербанк, предлагали на льготных условиях карточки и так дальше, и так дальше, обещая удобство в получении заработных плат различного рода и программах, участие в программах, участие в лотареях и так дальше, и так дальше. Сейчас вот эта программа, ну не только у нас, ее пытаются свернуть, то есть из отдаленных населенных пунктов убрать эти банкоматы. А куда мы будем вот наших пенсионеров, как они деньги будут получать? Это все очень некрасиво и нехорошо. На следующей неделе я собираюсь быть в Тюмени, и обязательно зайду к руководству Сбербанка и буду на эту тему разговаривать. Проблема не только у нас в районе, проблема во всех районах, а у нас она, наверное, в большей степени существует, потому что район у нас большой, он огромный, и потому вот эта отдаленность, она еще и накладывает большой отпечаток. Александр Матвеевич, Наталья Михайловна Пухович из Пуртаса задает вопрос. Почему в Варском районе не предусмотрены льготы пенсионерам по земельному налогу? В Тобольске, к примеру, такая льгота местным законодательством установлена? Вообще, сложно сказать, установлена ли в Тобольске именно такая льгота для пенсионеров, потому что сейчас чаще всего льготы устанавливаются тем категориям населения, у которых доход ниже прожиточного минимума. И потому у нас, насколько я помню, принято Думой 12 таких вариантов платежей для того, чтобы компенсировать какие-то приобретения или просто дать деньги тем людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Точно скажу, что такие платы существуют для, конечно же, участников войны, ветеранов Трудового фронта, для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. То есть они могут написать заявление, и комиссия в нашей администрации рассматривает. И если существует такая необходимость, то не очень большие суммы людей, но все-таки мы стараемся помочь. Существуют и оплаты для тех семей, которые многодетные, или там, где детки-школьники перед началом учебного года. Мы тоже пытаемся каким-то образом компенсировать траты родителям. Потому что всего не обхватишь, и бюджет, он все-таки рассчитан на то, чтобы помочь тем, кому очень плохо. Но вот по компенсации по земельному налогу у нас не предусмотрено. А можете сказать, общая сумма, какая расходуется именно на... Около 6 миллионов. Около 6 миллионов. Да, и 5800, если не память не изменяет. Ну и вот более 3000 человек по району. Но в большей степени, я еще раз скажу, что у нас, если не память не изменяет, это вот для многодетных семей, и там, где вот очень трудно, где родители не работают, а детки есть. Таким вот образом. Жители Тугаловского сельского поселения интересуются, возможно ли включение в план строительства дорог, дорога по улице Полевая в Тугалово? Ну, когда я готовился к нашей встрече, посмотрел то, что у нас запланировано. У нас запланирован на 17-18 год ремонт по улице Центральной. Я думаю, что вот или на сходе Анна Александровна должна будет, глава сельского поселения, определить, какую из улиц важнее отремонтировать. Ну, еще раз хочу сказать, что бюджет, вот он, ну, не резиновый, значит, и вот мы можем или отремонтировать или улицу Центральную, или улицу Полевая. А жители пусть решат, где это важно. Понятно, что я говорю о 17-18 годе, то есть на три года вот этот бюджет сверстан, на 16-17-18 год, и в планах у нас стоит улица Центральная. А возможно ли вообще проведение капитального ремонта сельского клуба в Тугалово? Тоже для них это очень острый вопрос, потому что клуб находится в чуть ли не варимом состоянии. Как вообще решается этот вопрос? Может решиться ли? Ну, точно, что вот мы не сможем туда что-либо новое построить, потому что сейчас вот разрешение на модульное ли строительство, или же на иное-другое, в большей степени касается населенных пунктов, где численность более полутора-двух тысяч человек. Значит, и у нас Тугалово не очень большой населенный пункт. Наверное, мы сделаем таким образом. Я попрошу службу заказчика, чтобы они сделали смету, и мы поделимся, насколько возможно там помочь, когда будет понятна стоимость вопроса. Жители Горнослинки интересуются, будет ли мы строительство детского сада и газификация в сельском поселении? Недавно у нас был губернатор, он проезжал по нашей федеральной дороге, смотрел ее состояние. И мы встречались, и вот несколько самых острых вопросов, которые вот у нас в районе существуют, я с ним на эту тему разговаривал и передал письма. Вот эти письма он забрал с собой для рассмотрения, в том числе для строительства школы. Значит, для того, чтобы был такой обоюдный подход к этой школе, мы в этом письме написали, что мы готовы софинансировать эту школу. И я очень надеюсь на положительное решение вопроса. Я думаю, что в течение апреля мы будем знать ответ. И еще, естественно, что это дороги, это вот дорога на Демьянске и на Красный Яр. То есть вот как бы мы эти письма подготовили. И четвертый вопрос — это финансирование новых помещений и трибуны для биатлонного центра. Как вы знаете, в 2018 году у нас будут здесь проходить большие биатлонные соревнования, и мы должны выглядеть хорошо. Большие международные соревнования. А газификация могут ли они надеяться? Ближайшие год-два нет. Значит, у нас сейчас, вот в этом году, идет газификация села Демьянская. И в этом году она произойдет. Я думаю, что дальнейшая газификация будет идти оттуда севера. Население Сырового сельского поселения задает такой вопрос. Когда будет произведен ремонт дороги от федеральной трассы до поселка Демьянка? Дорога сегодня в очень плохом состоянии, скажем, в нем ситуация усугубляется. Ну вот как раз на эту тему мы и говорили с Владимиром Владимировичем Якушевым. И вот такое же письмо он забрал с собой на эту тему. Скорее всего положить. Очень надеюсь. Потому что недалеко, как вчера был в Демьянке, и дорога, конечно же, оставляет желать лучшего. И еще пока не настолько намокла земля, она уже как бы выглядит удручающе. И вот тоже по Демьянке вопрос удалось решить. Там что-то с врачебной амбулаторией. Модульное знание будет приобретено? Как обращалось население, администрация больниц, администрация района? В Тюмени был на прошлой неделе. Разговаривала с Инной Борисовной Куликовой департаментом, руководителем департамента здравоохранения. Она пообещала поспособствовать выделению средств. И вот недалеко, как позавчера, позвонила. Капитальный ремонт фельдшерско-кушерского пункта в Демьянке будет. Капитальный ремонт? Капитальный ремонт, да. Выделена сумма более 3 миллионов рублей. Более 3? Вот как-то продолжение медицинской темы. Алым-Чанец тоже спрашивает. Возможно ли в Алымском ПАПе организовать дневной стационар? Не могу ничего ладом ответить на эту тему. Потому вот передам этот вопрос Азатмунидовичу Кончеголову. Если есть такая законная возможность и не требуется лицензирование, то, да, мне кажется, что есть возможность открыть. Переговорим с Азатманитовичем. Посмотрим. Большое обращение пришло у нас от Юрия Николаевича Кармацких из села УВАД. Он пишет, уважаемый Александр Матвеевич, на территории поселения на общественных началах я организовал игру в пейнтбол, которая на сегодняшний день носит массовый характер. Желающих поучаствовать в ней очень много со всего района, но существует проблема. Отсутствие необходимого для проведения игроплощадки, помещения для хранения оборудования и гардеробного помещения. Прошу Вашего содействия в выделении здания бывшей милиции по улице Зержинского в УВАДе, прилегающих к нему территории и гаражей. При наличии планирую зарегистрировать ИП и открыть рабочее место. Здорово, значит, что будет еще одно индивидуальное предприятие. Юрий Николаевич, я попрошу Вас через неделю зайти ко мне, и мы на эту тему с Вами переговорим. Всю следующую неделю я буду в Тюмени, 18-го числа я вернусь. Приходите и пообщаемся. Что касается здания милиции, то с высокой степенью вероятности вряд ли, потому что здание федеральное, и мы как муниципалитет не имеем права им распоряжаться. Но постараемся какие-то другие варианты вместе с Вами подобрать и решить. Потому что идея хорошая, интересная, игра подвижная, практически как готовит к труду и обороне. Елена Моисеева из поселка Демьянка задает такой вопрос. Можно ли оформить землю собственность в черте населенного пункта для размещения фермы крупного рогатого скота? Возможно ли получение субсидий на развитие фермы, не считая малой механизации? Как обычно, в населенных пунктах, в сельских, фермы или же совсем на выселках или на окраине располагались. Я думаю, что вряд ли в центре населенного пункта есть резоны эту ферму располагать. А по земле, земли у нас, слава богу, в районе много, потому что можно подобрать соответствующий участок и вот этой работой заниматься. Льготы есть, насколько я помню, предоставляются субсидии на приобретение скота. Если мне память не изменяет, то компенсируются и проценты, и сама стоимость. То есть сумма около 50% компенсируется таким вот образом. Поэтому, пожалуйста, пусть обращаются наши землячки и думаю, что мы все решим. Тоже очень похожий вопрос, кстати, по Толстогузову Людмила Александровна тоже интересуется, где можно узнать о приобретении племенного скота, местного направления, получить всю информацию. В нашем отделе сельского хозяйства лучше обратиться туда, к Белову Николаю Александровичу. Ну и вот, насколько я знаю, он завтра для помощи одному из будущих фермеров едет, чтобы помочь этому человеку в приобретении скота породистого мясного породы. Тоже вопрос по сельскому хозяйству. Жители Ивановского сельского поселения интересуются перспективами строительства птицефабрики, которая была включена, да, у нас инвестиционный проект Уватского района. Как бы первая информация вообще о его постройке была еще озвучена в 2006 году. Как будет у нас возможность такого в районе развить? Сейчас ситуация с инвесторами, она непростая, да. Большинство даже тех людей, которые имеют средства для инвестиций, ну, они осторожничают, потому что вот, ну, вот все мы живем в России и понимаем, что народ как бы напряжен существующей ситуацией, и пока нет окончательного понимания, насколько вот эта такая экономическая, экономическая нынешняя ситуация продлится. Значит, наше правительство говорит о том, что это будет еще год-два. Поэтому вот к каждому инвестору нужно обращаться, ну, как очень нежно, чтобы вот все-таки этот человек, который рискует деньгами и своими деньгами, значит, был у нас в районе. Вот сейчас, как бы, оформление земель практически закончено во всех населенных пунктах. То есть у нас есть сейчас земли собственников, есть земли промышленности, есть муниципальные земли, у которых, ну, достаточно большое, свободное от какого-то земледелия, от любого другого вида бизнеса. Поэтому будем подыскивать инвестора. Как только появится, то было бы здорово, и разместим его, и Ивановки, и во всех других населенных пунктах. Были бы они. Вот мое впечатление. По-разному люди относятся к предпринимателями, но нужно понимать, что это как раз та категория, которая пытается вложить деньги. Понятно, что они заботятся о прибыли, о увеличении. Вот этого денежного потока. Но они живут и размышляют так, чтобы это приносило прибыль не только себе, но и люди, те, которые наемные, они получали заработную плату. Потому вот, ну, это тяжелая работа, и нужно понимать, что нужно их уважать, как во всем мире их уважают. Вот таким вот образом. Галина Шпинева написала тоже на мой сайт. У нас в поселке очень много безработных граждан, среди них немало матери-одиночек, воспитывающих детей. Почему-то директор нашей школы свободную ставку в актера предложила никому, то и женщин, которым приходится очень тяжело, своей маме-пенсионерке. Как вы считаете, разумно ли это? С точки зрения человеческой, я бы понял этого директора. Значит, как мне кажется, большинство из нас, если не кривить душой, поступили бы так же, маму свою устроили. Но вообще мне-то хотелось бы не делить ставку уборщицы в школе, а чтобы вот там, в Красном Миру, появилось такое количество рабочих мест, чтобы хватало там и родителям, людям, которые живут в полных семьях, и мамам-одиночкам, и так дальше, и так дальше. Но это нацеливает нас и наш губернатор, потому что одним из важных форм, по которым оценивают работу муниципалитетов, есть и увеличение количества индивидуальных предпринимателей, предприятий малого, среднего бизнеса. И вот на последнем совещании вместе с главами сельских поселений мы говорили как раз о том, что и главы в том числе тоже должны заботиться о том, чтобы появлялись предприятия на наших сельских территориях. И это тоже мерило ответственность и мера развития каждого из населенных пунктов. Оксан Матвеевич, какие есть проекты в Латском районе в процессе реализации и в ближайших планах? Есть несколько вещей, которые важно, чтобы они двигались и чтобы они решались. Это и придорожный сервис, то есть он как раз даст высокую степень развития и организации рабочих мест, потому что вот эта отрасль, это направление бизнеса, оно слабо развито. И мы на эту тему достаточно серьезно занимаемся, пытаемся и помогать предпринимателям, и развивать это в дальнейшем. Это сельское хозяйство, потому что это тоже то направление, которое может дать толчок созданию новых рабочих мест, особенно на территории, которые находятся за Иртышом. И это рыба, рыбопереработка. Мы знаем, что рыба, она продается на трассе всякое и разного качества. Значит, и вот раз за раз вижу в сводках, что тех предпринимателей, которые там находятся без образования какого-либо юридического лица, торгуют просто своей рыбой, значит, что они незаконны. Их там то полиция, то какие-то надзорные органы, значит, находят и штрафуют. Поэтому вот мои впечатления, что лучше бы сделать так, организовать рыбоперерабатывающий цех, куда могли бы сдавать рыбу и те, кто то рыбу ловит там в промышленных масштабах, так и другие люди, у которых есть лицензия на рыбную ловлю, тогда бы это было правильно. И качество вот этого продукта, оно бы тоже не страдало. А то, как говорят, есть всероссийские рассадники апистархоза, значит, нанотрассах. Ну, дай бог, что это говорилось бы не о Буатском районе. А какие-то вообще новые инвест-предложения поступают от потенциальных инвесторов? Да. Они в большей степени связаны со взаимоотношениями с нефтяниками. Мы тоже пытаемся с ними работать. Но у нас же есть не только Роснефть, у нас же есть и другие нефтедобывающие предприятия. И вот мы сейчас с ними выстраиваем отношения, чтобы у нас было понимание того, что им необходимо, а они понимали то, чего мы хотим. В первую очередь, это касается, опять же, рабочих мест для жителей Уватского района, некие преференции для предприятий малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы на территории Уватского района. Ну, и так дальше, и так дальше. Александр Матвеевич, вот журналисты «Комсомольской правды» хотят подробнее узнать о предприятии Верхней Мамулеи. На какой стадии развития находится этот проект? В прошлом году, наверное, осенью, мы встречались с этим предпринимателем из Тобольска. У него было желание заниматься на территории близ села Уки. Мы разговаривали о том, что ему необходима земля. В то время эта земля была не оформлена. И вот когда я говорил о муниципальных землях, то как раз в конце апреля вот эта эпопея с землями разных категорий подходит к концу. Я считаю, что в конце апреля мы можем ему предложить этот участок земли, который он хочет. И дай Бог, чтобы у него все получилось с его бизнесом, с производством ягод. Плодовая ягодная. Плодовая ягодная, да, тренируется. И вот еще один вопрос, тоже касающийся развития предпринимательской активности в районе. Все знаем, что в прошлом году состоялось несколько встреч форумов с предпринимателями на самые различные темы и по поводу развития дерева переработки. И обсуждалось взаимодействие малого бизнеса с РН ват, нефтегаз. В этом году уже занялись вопросами сферы потребительского рынка. Продолжатся ли вообще такие встречи еще? И каким тогда темам они уже будут посвящены в этом году? Да. Одна из ближайших встреч, я думаю, будет посвящена придорожному сервису. Когда губернатор в декабре месяце проводил совещание, посвященное придорожному сервису, там, ну, как бы звучала, если не жесткая, наверное, жесточайшая даже критика в адрес энергетиков, в адрес дорожников, там действительно сложности есть, и сложности, созданные законодателями, в части касающиеся выделения земель или из лесного комплекса. То есть это годами люди просто ходят, значит, и эти вопросы решаются только в Москве. И это необычайно сложно. Вот недавно разговаривал со специалистами департамента лесного комплекса нашей области. Они говорили, что в качестве законодательной инициативы они отправили предложение об изменении этого законодательства. Значит, очень надеюсь, что какие-то изменения на эту тему произойдут. И тогда, когда было это совещание при губернаторе, ну, мысли какие, то есть вот можно плодить просто-напросто, еще больше и больше делать различного рода кафе, которые вот находятся на трассе. Не факт, что они все будут хорошие. То есть, ну, новое — это не всегда хорошее, да. Это есть тому, как бы, свидетельствами. Значит, и в нашей российской традиции, как я говорю, значит, есть такая вещь, как мы невероятно выпрыгнем там на высоту качества во время открытия первой недели, может быть, месяца. А потом это может оказаться такая же обыкновенная, грязноватое помещение, значит, с неизвестными качествами блюд там и напитков. То, что мы обсуждали совершенно недавно вместе со специалистами областного центра, была идея каким-то образом отметить те предприятия, которые готовы пойти на на контроль, на собственный контроль. То есть, вот наши специалисты разработали около 30 пунктов, которые касаются вот этого самого контроля, которые должны быть обязательными. И около 15 там те, которые желательны. Значит, если предприятие считает, что вот у него это все существует, то могут туда приехать специалисты, эксперты, проверить это все и каким-то особым знаком отметить это предприятие. Условно говоря, из 10 кафешек, которые стоят рядом и которые по двери же не поймешь, какое из них хорошее, какое плохое. А вот те предприятия, которые прошли вот эту собственную сертификацию, они будут иметь особый знак, что вот именно на этом предприятии все очень неплохо и качеству этих продуктов, которые они продают, им можно доверять. Потому вот такая идея есть. Значит, и мы ее будем продолжать развивать. То есть придорожка — это необыкновенно важно. Еще одна из встреч, которая запланирована, мы хотим собрать вот именно все нефтяные компании, которые работают у нас в Уадском районе. Скорее всего, это произойдет летом. И также познакомить вот с нашими предпринимателями, выявить обоюдные интересы и постараться, чтобы вот эти связи, касающиеся деловых взаимоотношений, произошли на этой встрече. И когда мы разговаривали с руководителем торгово-промышленной палаты Эдуардом Гавильевичем, ему эта идея очень понравилась. Он сказал, что в развитии вот этой встречи было бы интересно подготовить, в рамках этой встречи, подготовить встречи ученых нефтегазового университета, у которых есть практически разработки, которые могли бы быть интересны нефтяникам. Поэтому вот такую встречу мы планируем. Хорошо. И вновь у нас целый ряд вопросов. Еще поступил по поводу развития туризма в Увадском районе. У нас каждая встреча без этих вопросов не обходится. Тут журналисты Комсомольской правды, в частности, интересуются, планируются ли в Увадском районе какие-то новые туристические маршруты в этом сезоне, есть ли готовые туры в район для жителей областной столицы, и что вообще делается в плане развития этнографического и рыболовного туризма. Ну вот зима и весна этого года была такой достаточно информативной с точки зрения туризма, потому что движение на эту тему проходило, и оно оказалось небесполезным, когда мы собирались совместно со специалистами в области туризма из Ханты-Мансийска, из Тобольска с попыткой организовать межрегиональный маршрут. Вот эта работа продолжается. Совершенно недавно состоялась встреча в Ханты-Мансийске в продолжении вот этого разговора. Значит, и необыкновенный интерес вызывает туристический продукт, имеющий место быть в Увадском районе, в части, касающейся и детских групп. Вот некоторые, по-моему, две группы посетили из Тобольска, и вот сейчас идет разработка идет разработка соглашений с Ханты-Мансийском. Следующая встреча намечена в Тобольске, где, как мне кажется, и может быть принято окончательное решение именно по межрегиональному маршруту, который связал бы Тобольск, Увад, и Ханты-Мансийск. Знаю, что специалисты в области туризма нашего района побывали на выставке в Екатеринбурге. Значит, и это оказалось настолько действенным, что еще выставка не закончилась. А к нам из Екатеринбурга приехали рыбаки на Укинский ссор, там почти неделю прожили, и потом следует еще одна группа приехала. Сейчас идет выставка в Тюмени. Нас пригласили на мероприятие туристическое в Салихард. И вот я надеюсь, что популяризация и реклама Увадского района, как интересного для туризма, вот она будет продолжаться и принесет свои плоды. Тем более, что как бы Египет и туризм накрылись мирным тазом и, наверное, на несколько сезонов. Глупо было бы не использовать вот наши возможности. По рыболовному и охотничьему направлению планируется более тесное сотрудничество с промысловым охотничьим хозяйством Кедровым и использование его возможностей. и в планах есть еще создание одной базы, насколько я знаю, рыболовной. Потому что вот сейчас мы уже, как ни докладывают, мы видим о том, что пятница, суббота, воскресенье практически на всех базах в период сезона занята, и нам нужно вот просто сделать так, чтобы туристы приезжали в том числе и в рабочие дни. Что касается этнографии, вопрос такой достаточно щекотливый, и он требует более значительных финансовых затрат, чем чем промыслово, чем рыболовно-охотничий туризм. И получилось так, что где-то вот это направление туризма, оно приказало долго жить в некоторых районах, значит, и нам предложили вот срубы, те, которые там существовали безденежно, значит, и вот мы их собираемся вывозить, и здесь и здесь снова собрать, и вот как бы свои туристические возможности увеличить таким вот образом. За счёты этнографической в том числе направления? Этнография сложна, значит, скорее всего, это будет в большей степени связано с деревней Уки, потому что там вот есть уже база, и это будет происходить достаточно успешно. Что касается вот этнографического направления по Демьянке к местам, где проживают наши ханты, ну, сложнее с точки зрения и организации, с точки зрения финансирования. Пока вот всё это в планах, и реализация, но она откладывается именно по финансовой стороне. Куда могут обращаться жители областной столицы и другие гости? Физкультурный комплекс «Вертыш» и «Гранд Отелью Ватт» на «Рецепши». Там их свяжут. занимаются турами там организации. Да, да. Ну и у нас большое счастье, у нас появилось судно на воздушной подушке. С помощью его мы будем организовывать переправу через «Вертыш» во время ледохода и ледостава. Оно достаточно большое, оно вполне не может вместить 12 человек и в период тогда, когда оно не будет задействовано на переправах, надеемся, что будут желающие заказать его для туристических маршрутов, для прохода туристических маршрутов. А это будет плавный перевоз или бесплатный? Бесплатный. Тоже такие споры что кто говорит, что плавный, кто бесплатный. Кто за что голосует, кто за что? А вы за что голосуете? За бесплатный. И мы за тоже недавно проголосовали. За бесплатный? Теперь мы точно будем всем говорить, что не правда, что плавный. И еще вопрос. В этом году синоптики прогнозируют уровень вертышей выше прошлогоднего. Как у нас обстоят дела с дамбами у Ватья, Сильники и Алымки? И как готов район по Утку? Что касается Увата, то новая дамба защитит и не прошлогоднего или возможно нынешнего подъема воды. Выделены деньги на подновление дамб и в Осинниках, и в Туртасе. Там, где здорово моет берег, это вот Валымки и в Осинниках положили специальные бонны, чтобы волна не била берег, точнее, положат, тогда, когда вода поднимется и освободится от льда. Очень надеюсь, что мы переживем вот это наводнение спокойно. Сегодня был звонок из Тугалова, они переживают, но часть там есть, если стоять спиной к Сертышута слева такая низинка, по которой возможно затопление. Поэтому переговорим с главой сельского поселения и определимся, нужно там что-то делать, помогать или не нужно. И Валымки, да, вот они тоже там при заезде Валымку у них тоже подтопляют? Там будем смотреть. Не кажется, если честно, мне ситуация критическая. то есть готовимся насколько это возможно. Валымки меня больше волнует, как там берег моют. Таким вот образом. Вообще прогнозы действительно соответствуют? Прогнозы говорят о том, что вода будет или на уровне прошлогодней, или же на метр выше. Честно сказать, я не знаю откуда. Она скорее всего возьмется с Казахстана. У нас вот здесь на всей нашей вот этой территории Северо-Теменской области я не скажу, что много снега. Юг был достаточно, там было много снега. Ну и, наверное, в Казахстане говорят, что их водохранилища они полны, потому сброс возможен. А они как-то заранее нас предупреждают? в Казахстане но это видно будет в первую очередь по-моему, сразу. Опять же, тогда, когда у нас вот эта кризисная ситуация была на 447-м километре, удалось достаточно долго говорить с гидрогеологами, они говорят о том, что примерно на 40% Иртыш заполняется со стороны Урала из речек Туратов, да, и сеть. Значит, и потому если 40% оттуда, на Урале не было большого снега, посмотрим, это будет видно, вот как, и опять же, очень много зависит от весны, если она будет затяжная, тогда воды больше не будет. А Вы верите в народные приметы? Конечно. А по народным приметам вот воды не ожидается. И вот наши как раз метеорологи сказали, что по народным приметам я то сказать не боюсь, чтобы не сглазить. Спасибо. Спасибо, Александр Матвеевич, за ответы. Если у Вас есть еще какое-то желание проинформировать о чем-то жителей, то с удовольствием выслушаю. Дорогие земляки, очень хотелось бы, чтобы в преддверии весны мы должным образом подготовились и к пожароопасному сезону, и к большой воде. Готовиться нужно всегда. Лучше бы не... Если ее не будет, то и слава Богу. Потому я призываю вас всех особенно быть аккуратными с огнем, не допустить никаких палов на огородах. этот мусор лучше собирать, выставлять. Мы организуем его вывоз. Не хочется. Это одна из самых страшных трагедий, пожар, когда все нажитое долгими годами в один час превращается в прах. Это горе. И давайте мы этого горя не доступим. Не допустим. Успехов вам, добра. Спасибо. Спасибо.